Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 34.9. Решите неравенство. 6х в квадрате больше, чем 5х минус 1. Перенесем все в левую часть. Получим 6х в квадрате минус 5х плюс 1 слева, а справа у нас остался 0. Для того, чтобы найти решение такого квадратного неравенства, мы воспользуемся алгоритмом решения квадратных неравенств. И начинается он с того, что определим корни неравенства. Вычислим дискриминант для того, чтобы определить вообще, есть ли корни у этого неравенства. Дискриминант равен b квадрат минус 5 в квадрате минус 4ac. 25 минус 24 единица. Дискриминант положительный корня 2. Найдем эти корни х первое, второе равно минус b. Это плюс 5 плюс минус корень квадратный из единицы делить на 12. Тогда это равно 5 плюс минус единицы разделить на 12. Тогда х первое будет равно 6 двенадцатых или 1 вторая. А х второе будет равно 4 двенадцатых или 1 третья. Теперь на числовой оси изобразим эти числа. 1 третье слева идет, а 1 вторая справа, потому что 1 третье меньше, чем 1 вторая. Итак, наша парабола, которая является графиком квадратного трехчлена 6х квадрат минус 5х плюс 1, пересекает ось х в этих точках, которые мы отметили, и проходит она вот так, потому что старший коэффициент, это шестерочка, больше нуля. Итак, да, теперь нам остается на этой схеме определить, на каких же интервалах ординаты этого графика положительные. Ординаты графика положительные при х больше 1 третьей и при х меньше... А вот так напишем. Ну, вот здесь плюс, вот здесь плюс, вот здесь минус. Значит, при х меньше 1 третьей и х больше 1 второй. Неравенство строгие. Пункт В. Минус 5х в квадрате меньше 6 минус 11х. Ну, преобразование мы можем выполнить двумя способами. Мы можем, например, перенести минус 5х в квадрат вправо. Тогда получим неравенство. Слева остается 0, справа 5х в квадрате минус 11х плюс 6. Но это все равно, что 5х в квадрате минус 11х плюс 6 больше 0. Вот теперь определим корни этого квадратного неравенства. Ну, здесь можем воспользоваться таким правилом. А плюс В плюс С в данном случае коэффициенты в сумме равны 0. Но в самом деле 5 минус 11 плюс 6 равно 0. Тогда корнями этого квадратного трехчлена будет первый корень единица, х первое равно единице. А второй корень найдем, если мы рассмотрим произведение корней. Произведение корней равно свободному члену, деленному на старший коэффициент 6 пятых. Вот мы получили таким образом корни. Теперь изобразим на схеме. Ну, единица меньше, чем 6 пятых. 6 пятых. Так, и наша парабола. Вот эту параболу мы смотрим. 5 больше 0, а больше 0. Следовательно, парабола пересекает вот таким вот образом нашу ось Х. Здесь положительные значения, положительные ординаты. Здесь ординаты отрицательные. А нам нужно определить положительные. Следовательно, Х меньше единицы и при Х больше, чем 6 пятых. Ну, или 1 целая, 1 пятая. Это решение. Пункт В. Минус 2Х в квадрате плюс Х меньше либо равно минус 6. Ну, перенесем минус 6 влево, получим минус 2Х в квадрате плюс Х плюс 6 меньше либо равно справа 0. Теперь мы для удобства умножим на минус единицу левую и правую часть. Получим 2Х в квадрате минус Х минус 6 больше либо равно 0. Неравенство поменяли, знак неравенства, потому что умножали на отрицательное число. Теперь найдем корни. Ну, вычислим дискриминант. Дискриминант будет равен В квадрат, значит, единица, минус 4 на А на СС. У нас минус 6, знак меняем. Получаем мы 49, дискриминант положительный, значит, два корня. Находим Х первое. Ну, Х первое второе будет равно минус В. Значит, единица плюс-минус 7 и разделить на 4. Значит, Х первое равно 8 на 4, 2. Х второе. Минус 6 четвертых, значит, минус 3 вторых. Так, теперь схематически изобразим. Минус 3 вторых вначале идет, потом идет двоечка. Так, парабола с положительным старшим коэффициентом, следовательно, вот так она направлена. Здесь положительные ординаты, здесь отрицательные ординаты. А нам нужно, вот смотрим на вот это неравенство, определить там, где положительные ординаты. Значит, получаем Х меньше либо равно минус 3 вторых. Это минус 1 целая 1 вторая. И или Х больше либо равно 2. При всех этих значениях Х выполняется данное неравенство. Пункт Г. 5Х в квадрате больше либо равно 4 минус 8Х. Так, переносим все влево. Получаем 5Х в квадрате плюс 8Х минус 4 больше либо равно 0. Определим, имеет ли данный квадратный трехчлен корни. Вычислим дискриминант. В квадрате – это 64 минус 4А. С, С у нас минус 4. Знак меняем. Получаем 64 плюс 80. Это будет 144. Корни есть. Х первое второе будет равно минус B плюс минус корень из 144. И делить на 10. Это равно минус 8 плюс минус 12 на 10. Получаем Х. Х первое равно минус 20 на 10 минус 2. Х второе равно 0,4. Изобразим на схеме. Минус 2 меньше, чем 0,4. Парабола имеет положительный старший коэффициент. Следовательно, направлено вот так график ее расположен. Это область положительных ординат. Это область отрицательных ординат. Нам нужно определить положительные ординаты. Значит, при Х меньше либо равном минус 2 и Х больше либо равном 0,4. Здесь неравенство не строгое, так как нам нужно определить ординаты больше либо равные 0. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...